МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгия Розуаевна. Идария Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Как проходило голосование в Обгинске и Малоярославце? В штабе общественной поддержки Единой России подвели первые итоги. Вопросы жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования в центре внимания правительства. В Калуге состоялось заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов. Юные жители Наукограда выбирают занятия по интересам. День открытых дверей в Кванториуме. Завершились три дня голосования. С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Гражданам страны предстояло избрать депутатов Госдумы 8-го созыва, глав 10 субъектов и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходили муниципальные выборы. О том, как была организована процедура голосования в Обгинске и Малоярославце, в репортаже наших коллег. Избирательные участки работали три дня с 8 утра до 20.00 по местному времени. Основной день голосования проходил 19 сентября. В Обгинске для процедуры голосования были сформированы 42 избирательных участка. На каждом из них приняты меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На входе избирателям измерялась температура, производилась обработка рук дезинфицирующими средствами. На стенах размещены информационные плакаты для ознакомления. Явка жителей была достаточно высокая. 19 сентября на своем избирательном участке выбор сделал и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Мы выбираем депутатов Государственной Думы, людей, которые будут принимать законы, определяющие направление развития страны. И очень важно, чтобы там работали люди, знающие, что волнует жителей, знающие и понимающие, каких перемен ждут наши граждане. И готовы работать на страну и на регион. В здании 4-й школы Малая Рославца разместился избирательный участок 1609, включающий в себя второй округ. Более 3000 избирателей включены в список голосующих. Для тех, кто не смог прийти отдать свой голос лично, работала выездная комиссия. На сегодняшний день уехало два члена комиссии с наблюдателями для голосования вне помещения. Все списки желающих вносятся в реестр и согласно этому реестру выдаются членам участковой комиссии бюллетени, с которыми они уже и с переносным ящиком осуществляют выезд для голосования вне помещения. 18 сентября процедура волеизъявления проходила в штатном режиме, планомерно без жалоб и нарушений. Избирательный участок оснащен видеонаблюдением, как и везде, в наличии имелись средства санитарной защиты. Комиссия была обеспечена необходимым инвентарем в полном объеме. Жители приходили голосовать в приподнятом настроении. В основном это люди старшего возраста, но были и те, кто пришел голосовать впервые. Для чего надо идти на выборы, у каждого свой ответ. Я иду голосовать, чтобы у нас был в стране порядок, чтобы, ну как сказать, ну, все, чтобы для людей, ну, вот люди, которые мы выбираем, чтобы они делали для людей, для нас, для наших детей, внуков. Ну, вот поэтому я иду. Моя прямая обязанность, как гражданина. Потому что это гражданский долг, я его должна выполнять. Я всегда ходила на все выборы. Я жду, немного улучшения жизни будет. Это наверняка. Я на это рассчитываю. И думаю, что политика нашего государства, она, в принципе, должна остаться. Потому что, ну, потому что мы живем в мирной стране. И вот основная задача наших правителей, это, чтобы был мир на земле. Вечером 19 сентября в Федеральном штабе общественной поддержки «Единой России» подвели первые итоги голосования. По предварительным данным, партия побеждает на выборах в Государственную Думу. В собрании приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, мэр Москвы Сергей Собянин, представители пятерки лидеров партии, главный врач больницы в коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте России по защите прав ребенка Анна Кузнецова. Андрей Турчак поблагодарил региональные штабы партии, волонтеров, кандидатов и губернаторов, которые возглавили списки партий на выборах. Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. Дмитрий Медведев просил передать слова благодарности всем, кто внес свой вклад в наш общий результат. От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», – сказал он. В Москве в дистанционном электронном голосовании приняли участие почти 2 миллиона избирателей, – подчеркнул Сергей Собянин. Голосование прошло впервые в таком формате, выдержало все испытания, атаки показало надежность и честность. Инициативы и предложения, с которыми люди обращались к кандидатам в депутаты от «Единой России», стали пунктами народной программы, и ее партия сделала основной своей избирательной кампанией. Из Калужского штаба общественной поддержки «Единой России» в режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Шапша, председатель законодательного собрания Геннадий Новосельцев, кандидатов депутата 8-го созыва Государственной Думы России, депутата Госдумы 7-го созыва Геннадий Скляр и Александр Авдеев, уполномоченный по правам ребенка Калужской области Ольга Коробова, а также заместитель губернатора Карина Башкатова и заместитель председателя законодательного собрания, заместитель секретаря Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ефремов. Владислав Шапша отметил, что предвыборная кампания проходила в непростой конкурентной среде. Кандидаты от «Единой России» оказались более убедительными. Депутаты избираются и по партийным спискам, и одномандатно. Я очень рассчитываю на то, что наши кандидаты Скляр и Орбова, которые будут избраны по результатам сегодняшнего итога, они в первую очередь будут заботиться о судьбах России и, конечно, Калужской области. В Калужской области есть вопросы, которые требуют участия государства. Это вопросы, связанные со здоровьем, я об этом говорил уже, и вопросы, связанные с развитием перспективы. Много говорим о социальных проблемах, да, но социальные проблемы и социальные вызовы нельзя решать без надежной экономики. Калуга известна как регион-лидер, как регион, который за последние 10 лет один из всех стал донором, и этот результат этой работы должен стать чувствителен для жителей, для каждого жителя Калужской области. 15 сентября в Обнинске заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и губернатор области Владислав Шапша провели рабочее совещание, на котором рассматривались вопросы жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования. В своем вступительном слове Владислав Шапша отметил, что строительство – один из важнейших видов экономической деятельности в регионе. В текущем году наш строительный комплекс показывает хорошие темпы развития. Годовой план жилищного строительства выполнен почти на две трети. С опережением реализуется программа переселения из аварийного жилья. Мы ее завершим в 2023 году и расселим почти 4,5 тысяч человек. А затем приступим к ликвидации аварийного фонда, который выявлен после 1 января 2017 года. Последовательно решается вопрос о восстановлении прав обманутых дольщиков. По словам губернатора, на минувшей неделе было принято решение фондом защиты прав участников долевого строительства о достройке двух домов в Калужском регионе. В них получат квартиры 102 человека. И еще в двух домах дольщики получат денежную компенсацию. Это 36 человек, отмечает Владислав Шапша в своем выступлении. Обсудили на заседании и сложности. В частности, рост себестоимости строительно-монтажных работ, нехватка рабочей силы, особенности применения ипотеки для индивидуального строительства, для которой не предусмотрены эскроу-счета. Растет спрос на ипотечное кредитование. Сегодня мы обсудим, как работает обновленная программа льготной ипотеки. И хочу поблагодарить вас, Никита Евгеньевич, за поддержку строительной отрасли. Сегодня у нас есть ряд действенных инструментов, которые позволяют нарастить объемы ввода жилья. В частности, для стимулирования жилищного строительства будут привлечены инфраструктурные кредиты. Две заявки уже одобрены, сейчас рассматривается третья заявка. Никита Стасишин пояснил, что в настоящее время Минстрой России совместно с Центробанком и другими финансовыми институтами ведет работу по сокращению перечня документов, необходимых для рассмотрения банками при открытии эскроу-счетов. Это должно значительно упростить процедуру оформления строительства в рамках проектного финансирования. Вы слышали, что до конца года у нас есть поручение президента разработать механизм распространения льготных и потечных программ на индивидуальное жилищное строительство. Чтобы это сделать, нам необходимо сформировать понятный предмет залога для банков с точным пониманием остаточной стоимости такого дома после его строительства. Что мы для этого сегодня делаем? Во-первых, будет принят закон об индустриальном способе индивидуального жилищного строительства с возможностью применения эскроу-счетов. Кроме этого, по поручению президента России с 1 июля 2021 года заработала расширенная программа семейной ипотеки. Что это означает? В июле этого года условия семейной ипотеки были расширены. Принять участие в ней могут семьи даже с одним ребенком. Семейная ипотека позволяет получить кредит на покупку жилья по ставке 6%, если у них первый ребенок родился с 1 января 2021 года до 31 декабря 2022 года, а также если в семье воспитывается ребенок-инвалид. Завершая совещание, Никита Стасишин отметил, что Калужская область на 1 сентября 2021 года идет с большим опережением по воду жилья. По его оценке, это означает, что в регионе очень хороший баланс спроса и предложения. 17 сентября в Калуге под председательством губернатора Владислава Шапши прошло заседание консультативного совета глав местных администраций, муниципальных районов и городских округов Калужской области. В ходе работы совета руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области Нелли Селиверстова проинформировала губернатора о ходе подготовки региона к проведению всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Сбор сведений будет осуществляться тремя способами. Первый – через интернет. Жители смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. Второй – обход жилых помещений переписчиками и опрос населения с заполнением листов на мобильном переписном устройстве. Третий – сбор сведений на стационарных участках, куда может обратиться любой желающий, проживающий на данной территории или прибывший из других субъектов России или зарубежных стран. По словам главы Калуга-Стата, регион находится в высокой степени готовности к проведению переписи. Переписчики прошли обучение, им предоставлены необходимые технические средства и средства связи. Кроме этого, обучение также прошли контролеры, предоставлено необходимое количество транспорта. Владислав Шапша отметил, что перепись населения – важная государственная компания. Результаты переписи – это серьезный задел для решения многих социально-экономических проблем в Калужской области. Губернатор поручил уделить особое внимание проведению переписи в северных районах области. Количество людей, которые сегодня проживают, значительно больше, чем те, которые официально зарегистрированы, имеют прописку и учитываются в нашем общем балансе. Поэтому внимательнейшим образом подойдите, посмотрите к этому вопросу. Кроме того, на совещании обсуждалась тема, связанная с подачей тепла в жилые многоквартирные дома. Владислав Шапша поручил начать отопительный сезон с 20 сентября. Есть еще один вопрос, который я попросил бы вас взять к исполнению. Все-таки на улице достаточно серьезно похолодало. Мы дали вместе с вами тепло в социальные учреждения, но пора давать тепло и в жилые дома. Я подписал сегодня постановление, соответствующее. С понедельника тепло должно быть в квартирах. Занимайтесь со своими службами подготовкой и с понедельника подавайте тепло в дома. Если есть возможность это сделать раньше, техническая, у некоторых из вас она есть, можете не ждать этого срока и подавать его непосредственно прямо сейчас. В обнинском кванториуме 8 и 18 сентября проходили Дни открытых дверей, благодаря которым юные обнинцы вместе со своими родителями попробовали окунуться в мир точных наук. В минувшую субботу дети могли принять участие в мастер-классах, подготовленных преподавателями квантумов, а затем выбрать направление, по которому хотелось бы продолжить обучение. Вместе с подрастающим поколением Наукограда о направлениях точных наук кванториума узнали и наши корреспонденты. Наука начинается здесь. В Первом Наукограде образование уделяется особое внимание, включая и дополнительное. А с появлением кванториума спектр различных направлений точных наук расширился. Журналисты пообщались с педагогами квантумов, чтобы узнать, о чему научатся дети, если выберут их направление. Био-квантум предназначен, и мы приглашаем детей работать в нескольких направлениях. Во-первых, для углубления знаний по биологии, конечно, расширения их. С другой стороны, что важным является, это работа с оборудованием, умение работать с современной техникой. И поэтому наш кванториум, именно био-квантум, очень хорошо оснащен современной техникой, которая позволяет вести исследования на самом современном уровне. Мы занимаемся промышленным дизайном от идеи до воплощения. То есть у нас все начинается с эскизов, скетчингов, потом мы нашу идею реализуем на компьютере, а далее переходим уже к 3D-печати. Тренд этого времени – инновации и современные технологии. Развивать навыки и тягу к естественным наукам начинают с самых ранних лет. С января в Обнинске эту задачу выполняет детский технопарк. Здесь ребята занимаются 3D-моделированием, изготовлением прототипов, 3D-печатью, обработкой деталей. То есть они получают базовые какие-то инженерные навыки. В каких профессиях это в дальнейшем может пригодиться? В основном это инженер, инженер-конструктор, какой-то проектировщик, то есть человек, который работает с CAD-системами, с чертежами. Десятки обнинцев в день открытых дверей пришли в Кванториум, чтобы познакомиться с направлениями обучения. Их всего 6 – Energy Quantum, PromDesign Quantum, BioQuantum, PromRoboQuantum, IT Quantum и AeroQuantum. Те, кто определился с выбором направления, в котором хочет развивать свои навыки, уже подавали заявки на месте. Кристина Забожко, Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, в Фейсбук, ВКонтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит в эфир по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова